Всем привет, мои хорошие! Куда мы едем? Точнее, откуда? Скажи привет-привет! Привет-привет! Привет! В общем, мы были сейчас в женской консультации, оформляли декрет. Быстро все получилось, слава Богу. Но я думала, что я в один день все дела закончу, да, разберусь. Съезжу на работу, напишу заявление. Нет, ничего не дали. Дали только больничные, а за справками сказали приходить послезавтра. Послезавтра поедем еще за справками и поедем на работу писать заявление. Вот. Какие планы у нас дальше? Дальше вроде сегодня должна прийти посылка Миксит. Посмотрим, распакуем. А еще мы вчера потеряли крестик, да? Потеряли крестик, и он где-то дома, 100%, потому что мы были дома весь день, делали перестановку. Приспичило. Заодно освободили место для кроватки. А, за кроваткой еще мы поедем сегодня в дочке-сыночке, девчонке. Да, за кроваткой. За кроваткой. Но собирать пока не будем, собирать будем попозже, хотя он уже кто-то просится, но еще рано. Я прошу. Он на два месяца будет стоять, собранный, кот будет лазить туда, не надо. Освободили место под кроватку, ну и вообще по просторнее, немножко все переставили, и особенно у нас там, не разгуляешься, конечно, но перестановку вчера сделали, разобрались на лоджии, да? Да. Сделали там лежак себе, мы так делаем в теплое время года всегда. Ну, лоджия у нас не балкон, лоджия 4-х метровая, большая, где много-много свалено вещей, и лежак мы делаем в теплое время года, там тоже можно поваляться. И вам мы все покажем. Вот. Так что вот так, девчонки, думала за один день отделаюсь, нет, сейчас поедем в храм, заедем в храм, посмотрим, почем там крестики. Веревка была длинная, с шеи снялась, видимо, когда переодевалась, или еще где-то, а вчера мы столько мусора еще с балкона выгребли, очень много, ну, надеюсь, он в мусор не улетел, ну, не мог лететь, я бы заметила, он где-то, где-то дома он, где искать, не знаю, вчера искали, искали, все перерыли, нигде не нашли. Сейчас заедем в храм, посмотрим новый крестик, наверное, цепочку уже, а не веревку, или если веревку, то короткую, потому что веревка была длинная и всегда соскакивала. Надо такую, чтобы она не снималась, да? Даже с одеждой? Да, чтобы вообще не снималась. Когда? У меня маленькая была веревка. Вот, она не снималась, было очень хорошо, а эта была длинная. Может, маленькая, если мы ее там купим, то на мою голову то сюда не налезет. Нет, но она будет застегиваться. Есть такие веревочки, вот до этого, которые у тебя были с застежкой, такой замочек сзади. Вот она хорошая, она была коротенькая, хорошая, все нормально. В общем, сейчас посмотрим. У нас солнечно, у нас весна, тепло, красота. Почти растаял снег, сухо. Даже впереди обещают дожди, сейчас покажу вам. Какая уже красота. Почти сухо везде, вон там кое-где местами лежит снег. Вон наша консультация розовенькая, красивая, женская. Заречья. В Туле. Ну что, крестик мы купили. Купили в храме. Спочек у них там, к сожалению, нет. Мне просто вот этот процесс вот покупания в магазине, а потом освещать не радует, совсем не прельщает. Купили крестик, выбрала она, конечно, самая дорогая, которая там была, всего 4 крестика золотых было. Маленький был с камешками. Он такой симпатичный, да, с камешками маленький. И дома у нас есть веревочка, потом же сделаем, чтобы она у нее с головы больше не спадала. Но у меня прям предчувствие, что в скором времени мы найдем и старый крестик. Потому что у меня так с моим было. А если мы старым найдем, то что мы будем делать? Ну что, будет два у тебя. Что делать теперь? Кроватку мы не забрали, потому что она оказалась тяжелая. И мы будем ждать папу вечером с работы. Большая вот такая. Да, большая. Ну, большая, ладно, упаковка, она тяжелая. Я думала, она как-то легче будет, потому что сама по себе компактная. Тяжелая. Вот, поэтому не стали. Посмотрели на коробочку и вышли. Вот, сходили в спар, затарились продуктами. И шаурмой. И шаурмой, да, и шаурмой. Заказали шаурму на обед. У нас сегодня будет на обед шаурма. Очень вкусная, да? Попуски мы не купили. Ну, попуска у нас на работе пообедает. Ничего страшного. Так что, кроватка откладывается до вечера. Вот такие дела. И мы вам покажем. Куску от моей дома, наконец-то, девчонки, еще я вчера покрасилась. Покрасилась. Красивый очень цвет. Потому что она сильно поджигает волосы. У меня прям после последней покраски они подсохли. И решила, долго выбирала на самом деле, вот такую вот красочку взять. L'Oreal Paris в оттенке 7,1. Это Исландия, пепельные русы, да? 7,1 и 8,1. До этого мы с вами миксовали фаберликовский. И здесь вот взяла 7,1. Одну такую. Здесь объем большой, на мои волосы хватает. Смотрите, получилось, в принципе, то же самое, что и на картинке. Красивый очень оттеночек. Мне понравилось. Корни седые закрасила. Все идеально, как бы все отлично. Цвет ровный и состояние волос нормальное. Она вообще не пекла ни кожу головы. Не стала вам снимать процесс, потому что уже много раз вы видели, как я крашусь, да? Вчера покрасилась и довольна. Хочу вам сказать, довольна. Я когда была брюнеткой, я очень часто вот эту краску L'Oreal Paris брала в других оттенках, темных, холодных. Она на самом деле очень классная, самая крутая. У меня мама ее тоже любит. Я ей один раз предложила, сказала, самая лучшая краска. И решила я ее взять все-таки. Не сожгла, не пожгла. Волосы состояния стали только еще лучше. И цвет мне очень нравится. Сейчас солнышко светит. При естественном освещении вам снимаю, какой получился цвет. Цвет, я думаю, он еще немножко посветлеет и будет слегка, слегка посветлее. А так красиво. Красиво получилось. Все прям как на коробке. Фаберлик 7.1, он немножко другой. Не очень хотелось мне сжечь волосы, поэтому довольна. И краски здесь много. И какой-то, я не знаю, кстати, какой здесь окислитель, девчонки, если честно. Шестерка. Ну, мне кажется, не больше шестерки точно. Состав тут не найдешь. Не на всех красках они его указывают, проценты. В общем, я довольна. А, заказала за 300 с небольшим рублей, кстати, на Вайлберес. Она так в магазинах в основном везде стоит 400 с чем-то под 500 вот эта краска. Я помню, всегда за 400 с чем-то ее брала. И на зоне 400 с чем-то она. А вот на Вайлберес была 330 где-то вот так. Вот эта вот красочка. Очень понравилась. И цвет прям понравился. Красота. Девчонки, это из разряда ты не поверишь. Сели делать домашние задания, которые нам на каникулы задали. Открыли пенал. Знаете, что мы там нашли? Крестик. Крестик. Нашли там крестик. Мы уже купили новый. И что мы решили сделать? Отдать ребенку. Да, мы решили оставить вот этот крестик, который мы купили, новый золотой, для нашего будущего малыша. Как это называется? Садимся. Открываем пенал. И что у нас там? Вот этот крестик. В пенале лежит крестик. Да, говорит, я его сама туда спрятала. Вы представляете? Это было позавчера, когда я его клала. Вот так вот. Ну ладно, зато у нас теперь есть крестик для малыша. Вот, девчонки, как выглядит наша кроватка. Она круглая. Делается в пеленальный столик и вот в такую круглую кроватку. Потом она будет разбираться в овальную. Да, ну представляете? Такие кроватки. Она на колесах. И несколько положений матрасиков. Можно делать как манеж. Матрас мы тоже сразу купили в дочках-сыночках. Матрас где-то за полторы тысячи. Он у нас пока в чехле лежит, потому что здесь кот катается и так далее. Я сюда постелила плед просто сверху, чтобы он тоже тут ничего не царапал. Вот так. Бычок. У нас тут будет лежать. Символ года. Вот такая вот кроватка. Цвет венга, потому что у нас вся мебель в цвете венга. Именно такую модель я и рассматривала, потому что это компактно. У нас сейчас мало места, да? И вот она как раз к нашему дивану стоит. Как бы все нормально. Все. Она сюда встала, влезла. И она катается. Она на кроватях. Маятник не стала брать с маятником кровать. Он не нужен, я считаю, абсолютно. Вот такая вот кроватка. Здравствуйте. Кто тут уместился у меня? Я родился. Ты родился? Да. Да ты же моя прелесть. Да. Ты же моя прелесть. Залезла? Да. Кыса. Максик. Максик. Ну, кто там присмотрел себе местечко? Кто? Кыса. Вот и пришла посылочка Микси. Сейчас будем с вами вместе распаковывать. У меня там очень классный комплекс для тела. Называется «Стихия воды» этот набор. И давайте распаковывать. Коробочка прям в этот раз большая. Большая почему-то обычно поменьше. большая, голубенькая, красивая. Сейчас опять будут ништяки. Флекс. Опачки. Так, здесь у нас, наверное, накладная. Ага. Так. Открыточка, как всегда, прелестная, замечательная. Конвертик. Для кого? Для меня. Для тебя, конечно. Ты сиди, пиши задачу, пожалуйста. Не отвлекайся. Так, в конвертике. О, Катя, новые наклеечки, новый блокнотик. Смотри, во. Красивые, да, красивые девчачьи наклеечки. Так, и сиренево-розовый цвет. Вообще здорово. Так, девчонки, сейчас я вам покажу накладную. Сразу сориентирую вас по ценам. Или потом в конце. Или буду сейчас в процессе прямо озвучивать. Здесь у нас с вами... Так, погнали. Вот он, он, комплекс. Стихия воды для тела. Вот такая вот коробочка. Как подарок. Можно вообще здорово. Так, комплекс у нас с вами стоит... Угу, 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 1495. И что у нас здесь в комплексе? Гель для душа, увлажняющее молочко для тела с экстрактами ламинарии и мяты. И увлажняющий солевой скраб для тела с экстрактами ламинарии и мяты. Все очень здорово. Окунись головой в ритуалы воды. Там есть, кстати, несколько комплексов. Магия воды, магия воздуха. Можете зайти на сайт. Я вам ссылочки оставлю. Ссылку на сайт посмотреть, ознакомиться. Минута умиротворения. Ламинария глубоко увлажняет. Экстракт мяты успокаивает и смягчает. Я именно такой набор захотела. Так, комфортный уход за телом. Свежий аромат лемонграсса с мятными нотками. Я люблю вообще мяту в косметической продукции. Мне очень нравится этот аромат. Кому интересно, девчонки, оставляю состав. Можете нажать на паузу и почитать. Сертифицирован. Не тестируйте на животных. Нейчурс. Вот такой вот красивый набор. Сейчас откроем. Так, дальше у нас с вами. Дальше, дальше, дальше. Это спрей для волос. Сейчас скажу, сколько стоит. Спрей для волос. 695 рублей. Легкое расчесывание, разглаживание поверхности волос. Природная мягкость. Фокус, ты где? Ослепительный блеск. Очень интересно. Здесь навряд ли мы с вами что-то разглядим. Двухфазный. Он двухфазный. Да, смотрите. Видите, вот здесь сверху прозрачное. А дальше как масляная такая основа. Сейчас мы его вот так стряхиваем. И он у нас такой получается однородный, розовенький. Мне интересно по аромату. Ой, вкусно пахнет цветочками. Цветочками и ягодками одновременно. Свеженькие какие-то нотки есть. Пахнет очень вкусно. Вот такой вот двухфазный спрей. Все, попробуем с вами, потестируем. Так, дальше. Маска для сухих и нормальных волос. Увлажняющим комплексом с витамином В5, с растительными экстрактами. Маска для волос стоит 495 рублей. Часто, очень последнее время на сайте Миксит бывают скидки. И не только на сайте, но и в розничных магазинах. У них в последнее время вообще там за копейки все отдают. Надо смотреть, мониторить. Вот такая вот масочка. Мне вообще средства для волос в последнее время очень нравятся от Миксит. Сейчас пользуюсь их комплексом тоже, который в прошлый раз вам показывала. Прям здорово. Маску с вами тоже протестируем. Ой, она запечатанная. Я ее пытаюсь открыть. Она здесь заклеенная. Вот какая масочка. Голубая, плотненькая. Ой, какой аромат классный. Прям аромат какого-то парфюма с нотками свежести под стать вот этого вот голубому ее цвету. Так, погнали дальше. Откапываю. Я так люблю посыночки Миксит. Смотрите, какая прелесть. Это расческа. Нам такая нужна. Потому что у нас только одна такая. И она большая из фикса. А вот это вот будет как раз такой походный вариант. Так, расческа. Расчесочка Тиффани. 345 рублей. Вот так она выглядит. Здесь написано Миксит. Материал высококачественный пластик. Сейчас раскрою. Иди, иди. Тебе расческу походность с собой брать. Потому что другими мы расчесываться не можем. Другие нам рвут волосы. А вот такими очень даже можем и очень даже любим. Хорошая расчесочка. Смотрите, какая классная. Держи. Так, поехали дальше. Это шампунь, наверное. Так, это шампунь увлажняющий для сухих и нормальных волос. Из той же серии, что и масочка. И шампунь стоит тоже 495 рублей. Вот такой он голубенький. Запечатывает все. Всегда миксит. Видите? Очень хорошо. Кому интересно, тоже оставляю состав. Комплекс. Так. Гидрованс. Экстракт алоэ вера. Экстракт ромашки. Витамин В5. Вот такая вот бутылочка. Сейчас откроем с вами аромат. Потестируем. Хотя бы. Запечатывают от проливания. И все хорошо. Прям здорово. Терри-ты-тыри. Так. Классно пахнет, как маска. Здорово. Очень. Здесь удобный дозатор. Вот такой. Тоже будем с вами все тестировать. И все. И вот много-много вот этой вот штуки. Да? Все. Больше мы ничего не ошибаем. Пустая коробочка. Давайте распечатаем вместе коробочку. Я уже открыла. Вот как здесь все внутри выглядит. Раз. Два. Три. Как подарочный вариант. Мне кажется, очень солидно. Ой, какой скраб интересный. Смотрите. Классный. Солевой. Так, девчонки. Солевой, да. Скраб для тела с экстрактом ламинарии и мяты. Состав. Где у нас состав? Состав. Вот состав. Если кому интересно, тоже смотрите. Я очень люблю искрабы от Миксит. Смотрите, все зафольгировано. Просто так даже не подкопаешься нигде. Сейчас ножичком вот так чпонько вскроем с вами. Ой, какой классный. Ой, какой запах здоровский. Прям чувствую эфирное масло мяты. И какого-то как грейпфрута, девчонки, чувствую. Свеженький такой аромат. Хорошо, что он не сухой. Не очень люблю сухие скрабы. Как правило, их развожу даже с гелем для душа или с чем-то таким вот влажненьким. Классный скраб. Будем пробовать. Так, дальше. Это у нас гель для душа из этой же линейки. Есть такой же аромат, то это вообще супер. Да, такой же. Ой, какой классный. Как мята с грейпфрутом. Мне почему-то вот так вот кажется. Он очень густой. Видите? Еле-еле перетекает. Класс. И для тела у нас с вами увлажняющее молочко. Оно уже вот такое вот кремовое. Дозатор классный. Открываем. Так. Попробуем на руку с вами. Вот такое вот молочко. О, аромат. Вообще супер. Очень нежное. На теле летает. Вот действительно прям молочко-молочко. Такое легенькое. Сейчас посмотрим по факту. Аромат обалденный вообще. Аромат просто. На теле раскрывается как аромат какого-то классного парфюма. Прям весеннего, освежающего, с грейпфрутиком, с мятой. Увлажняет хорошо. Да, увлажняет очень здорово. Не утяжеляя, не создавая жирного блеска. Вообще молочко супер. Я прям очень довольна. Начинаем тестировать миксит. И я решила, что масочку и шампунь для волос я оставлю девчонке для бьюти-бокса. Который у нас будет с вами на 20 тысяч подписчиков розыгрыш. Вот эти два продукта я оставляю именно туда. Поэтому у нас сейчас с вами на затесте будет скрабик. Уверена, что он мне понравится. Уже я такие вещи люблю. И у нас с вами будет молочко и гель для душа. Сейчас все посмотрим, все рассмотрим. Вот эту сыворотку двухфазную, видите, сейчас отстоялось. Видно хорошо, что она двухфазная. Я уже протестировала, протестировала на дочери, протестировала на себе. Мне очень понравилось. Действительно без утяжеления. Облегчает расчет, они разглаживают волосики. Вчера себе я при укладке волос только на кончики нанесла. И кончики живые. Хотя они у меня такие уже потрепанные. Может, через месяцочек где-нибудь перед родами постригусь. Пока хочу отращивать. Понравилась. Действительно классная сыворотка. Очень хорошая, работающая. Все, что заявлено, все она этой дарит. И блеск, и облегчение расчесывания, и мягкость. Все как бы отлично. В этом плане и дочери. Мне понравилось тоже применять на кончики. И прям идеально волос расчесывается. Не только после того, как воспользовался. Но и на следующий день тоже эффект сохраняется. Поэтому классная. Могу смело рекомендовать. Так, сейчас пойду в душ. Будем с вами тестировать продукты для тела. Смотрите, какая классная консистенция у скраба. Частички такие нетравмирующие. Он такой влажненький. Легко наносится на тело. Очень приятно им скрабироваться прям. Они среднего размера. Они сильно мелкие и не сильно крупные. Не угловатые, такие округлые. Девчонки, ну скраб великолепен просто. Расход у него достаточно большой. Мне кажется, мне этой баночки на три раза. На четыре максимум. Но он мне очень понравился. Вот для тех, кто не любит агрессивные скрабы с такими угловатыми частичками, да, кто любит деликатный уход, это ваша история однозначно. Обалденный аромат эфирных масел. Вот это то, что я чувствую и цитрусовые какие-то нотки, и мята. Вообще супер. Мне очень понравился скраб. После того, как следует промассируешь кожу, да, я еще люблю, девчонки, соляные скрабы оставлять. То есть я делаю все это медленно, стараюсь оставлять на теле подольше. Почему? Потому что соль по природе своей, может быть, многие знают, а может быть, кто-то не знает, она вытягивает всю гадость из нашего организма. Почему? Иногда, когда что-то болит, прикладывают соляные мешочки там и так далее, да. В общем, соль это вещь мощная, поэтому я также люблю и кофейные скрабы, но там немножко другой эффект антиоксидантный. И соляные скрабы тоже безумно полезны для тела. И когда смываешь, девчонки, кожа как масляная. То есть сами частички смываются, а вот эти масла, масляная основа, они остаются. И она просто лоснится, она безумно гладкая, я вам словами передать не могу. То есть частички смыли, а кожа осталась напитанная, очень увлажненная. И вот этот вот элемент напитанности прям классный. Вот для сухой кожи скраб. Скраб для сухой кожи подойдет идеально вообще для любой. Невероятно крутое ощущение. Ни от одного скраба у меня еще такой напитанности не было, однозначно. Но я все равно еще сверху нанесла лосьончик вот этот. Потому что запах обалденный, хотелось и хотелось. И вообще сейчас кожа безумно гладкая, увлажненная, супер. Мне очень понравилась эта линейка. Я рада, что взяла именно ее, вот это увлажнение. Потому что именно сейчас мне это нужно. Да, и гель классный. Гель тоже классный, у него вообще маленький расход. Он очень густой, он безумно круто пенится. У него такой же восхитительный аромат. Сейчас он у меня на всю квартиру этот аромат просто классный. Так что я вот этой серии довольна. Кому-то вот так на подарочек взять вот этот набор. Прям рекомендую. Не останется равнодушным. Тот, кому будете дарить, однозначно. Ну и себе тоже. Ну вот и все, мои хорошие. Ссылочку на Миксит оставляю всегда под видео. Проходите, знакомьтесь. У них классные акции бывают. Я вас люблю, целую. До следующих видео. Всем пока-пока. На...